Добрый день, это программа «Хочу стать миллионером» Поддержку тем, кто предпочел райской загранице, собственный бизнес на родине в Молдове. Государственная программа «Пари 1 плюс 1» о том, как она работает и что нужно для участия в ней. От информации к примеру об участнике программы «Пари 1 плюс 1», какой бизнес создал Ион Лукьян и как развивается его дело. 10 интересных фактов из бизнеса. Сколько зарабатывает Билл Гейтс ежесекундно, кто стал первым в мире миллиардером и во что обошелся компанией Nike, дизайн ее символа, а также о других интересных вещах. Его бизнес старше, чем независимость Молдовы. Его компания построила в столице сотни особняков и тысячи квартир. Об успешном бизнесе, о прибыли и немного о личном. Владелец строительной компании «Агрегат» Александр Степаненко, герой нашей программы. Сегодня в помощь желающим развивать собственный бизнес в стране действуют различные программы поддержки – частные, государственные и международные. Одна из таких программ, финансируемых правительством совместно с зарубежными донорами «Пари 1 плюс 1». О ней и пойдет речь в нашем первом сюжете. Может быть, для кого-то эта информация станет очень полезной. Программа «Пари 1 плюс 1» – пилотный проект в Молдове. Он был разработан с учетом лучших практик стран, прошедших через аналогичные этапы развития экономики и реформ. Цель программы – стимулировать возвращение отечественных гастарбайтеров на родину и помощи в открытии своего дела на заработанные за рубежом деньги. К каждому вложенному лею государство прибавляет еще один. Шару «Пари 1» – пилотный проект «Пари 2». Продолжение следует... 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 Начиная от покупки участка, где построили ферму, плюс постройка фермы, покупка оборудования для фермы, самих животных, сельхозтехники, которой мы пахаем земли, выращиваем кормов для наших животных. То есть вот на это пошли все деньги, несмотря на то, что нам нужно еще инвестировать, и нужно очень много денег, чтобы заканчивать и делать то, как мы планировали. Деньги на создание своего дела нашлись, но оказалось, что это было не самым трудным. Братьям пришлось столкнуться с серьезными проблемами, связанными со знаменитой отечественной бюрократией. Около полугода у меня ушло только на подготовку документов. А потом получение всяких разрешений для импорта, зарегистрироваться в таможенной службе, потом в районной таможенной службе, потом зарегистрироваться еще где-то. Я уже подзабыл, если честно, я вот посчитал, ради интереса посчитал, у меня около 100 тысяч леев ушло на подготовку, только на документы. Вот у меня есть реальная цифра, вот это уходит, это проекты, разрешения, дофига чего. Вот уходит около 100 тысяч леев. За 100 тысяч леев я мог купить себе такой-нибудь агрегат хороший, чтобы делать корма для коров. Или еще три коровы, которые они мне принесли какую-то прибыль. То есть бюрократия, вот бюрократия нас убивает, всех. И это вам скажут не только я, это вам скажут любой. Но и он не сдается. Работа фермера не из легких, тем более, что здесь он практически все делает сам и дело свое очень любит. Я люблю делать все сам. Это у меня характер такой, я любил все делать сам. Это во-первых. Во-вторых, нет нужды сейчас, потому что пока 10 животных и пока справлюсь. Конечно, мы на будущее будем нанимать людей, будем ангажировать и так далее. А в-третьих, что самое главное, нет нормальных, вот взяв одного человека и доверить ему все, чтобы он делал все. Это животные, животные практически как люди. Они так же болеют, так же кушают, им так же нужен комфорт и так далее. За это нужно следить каждый день 24 часа в сутки. Животные у Иона на ферме отменные. Приобретал он их в Германии, заплатив за каждое, ни много ни мало, 2380 евро. И наверняка они стоят того. Но чем плохи молдавские? Я могу сказать, чем они хороши, чем хороши немецкие коровы. Во-первых, это практически мы уверены, что это племенные коровы и чисто породистые. То есть вот то, что у нас нельзя. У меня есть случай, когда знакомый принес, купил так же племенные коровы с другого конца Молдова, не буду говорить откуда. И принес больные коровы. Из десяти четыре коровы были больны раком. Понимаете? Вот от этого мы идем. То есть не доверяем мы пока нашим специалистам, к сожалению, к большому сожалению. Не доверяем мы пока нашим фермам, которые выращивают племенных животных. Это имеется в виду не только коровы, это любую корову, любое животное возьмем. И он, и его брат нашли свою нишу в бизнесе и любимое дело, которое еще больше сплотило семью. Я пока сейчас ничего не возвращаю. Я наоборот сейчас инвестирую еще. Вот брат, например, был пару недель назад. Он нам помог собрать сено с полей и так далее. Буквально он приехал в этот сезон. Собрал, помог немножко и уехал обратно. Он там зарабатывает деньги, присылает их мне, я вкладываю и так далее. Нам нужно очень много работы еще. Братья уверены в своем успехе, хотя понимают, что на прибыль в ближайшие годы рассчитывать не придется. Если сделать все правильно, то есть каждая корова должна принести в месяц не меньше 500 лей. Чистая прибыль в месяц. То есть если возьмем 50 голов, умножим на 500 и смотрим. То есть так она приносит около 1000-1200 лей в месяц. То есть 700-500 идет на затраты, на корма и так далее. И взять от 300 до 500 лей, это если будет чистый прибыль, значит все хорошо и все делается правильно. Если планы братьев осуществятся и число коров на ферме достигнет 100 голов, то прибыль будет существенной. Но планы эти еще предстоит воплотить в жизнь. У нас сейчас 10. Мы в этом году хотим купить еще 15. Будут 25. И пока остановимся. Мы планируем делать, размножать уже свои. Не покупать, не импортировать их за границей, а уже выращивать своих. Телок здоровых, племенных. То есть уже своих. Поэтому вот, например, у нас ферма построена, там помещается на 50 голов. Вот мы до 50 голов хотим. Это только коров доильный. Это кроме молодежи. Для молодежи мы хотим построить отдельный ангар. Вот заполнить 50 голов и пока успокоимся. Но в перспективе на будущее хотим выращивать по голове до 100 голов и, наверное, остановимся. Потому что мы хотим делать акцент на качество. На это нужны годы. Именно такая долгосрочность, возврат вложений и риски на этом пути чаще всего и пугают большинство молодых предпринимателей. И именно это является основной причиной их провала, считает Лукьян. Терпение, потому что во всем нужно терпение. Очень много терпения. Быть миллионером, если взять деньги, быть миллионером за сутки нельзя. Даже за год, даже за пять, может даже за десять. А нужно сильно хотеть вот этого. И делать по-настоящему. Работать по-настоящему. Не делать вид, что вот я работаю. Ну как работаешь? 24 часа в сутки. Всегда восхищаюсь такими, в хорошем смысле слова, напористыми и амбициозными людьми. Ничто их не сломает. Ничто не заставит отказаться от любимого дела. И это даже не желание стать миллионером, разве что подсознательное. Ставьте перед собой правильные цели. Сформулируйте их верно. И терпение вам в помощь. Ну а в следующем сюжете мы расскажем о десяти самых удивительных фактах бизнеса. Уверена, о многих из них вы никогда не слышали. Сейчас вы этому убедитесь. Volkswagen является владельцем Bentley, Bugatti, Lamborghini, Audi, Ducati и Porsche. Благодаря такому послужному списку Volkswagen стал крупнейшим автопроизводителем в мире. Немецкий гигант не собирается останавливаться и на этом. К 2018 году автоконцерн намерен стать номер один в мире. Следующий факт. В 1997 году Yahoo отклонил предложение о приобретении Google всего за 1 миллион долларов. Сегодня Google стоит 250 миллиардов долларов. В 2008 году компания Google стремительно набирала обороты. И поделать с этим ничего было нельзя. Последней отчаянной попытке противостоять захвату Google рынка Microsoft решила купить Yahoo за 44,5 миллиарда долларов. Один из основателей Yahoo, Джерри Янг, решил, что сумма была слишком маленькой и отказался. К сожалению, после отказа акций Yahoo резко упали в цене, Янгу пришлось покинуть компанию и идти работать в Microsoft. Факты социальной сети Facebook. Оказывается, слова Face, Book, Wall, Pog и Like зарегистрированы в Facebook как торговые марки. Особенный резонанс в обществе вызвало слово Face. В США впервые патентовалось слово, которое настолько часто употребляется в повседневной жизни. Четвертый факт. Для каждого человека на Земле компания LEGO создала более чем 50 деталек. Сегодня LEGO Group действует в четырех основных направлениях. Кроме собственного производства игрушек, 97% которых продаются за пределами Дании, фирма зарабатывает на продаже лицензионных прав на использование марки производителем детской одежды, часов и пазлов. Интересный факт о нефтяном магнате Джонни Рокфеллере. Он был первым в мире миллиардером. Рокфеллеры – известная американская династия предпринимателей немецкого происхождения. Сфера деятельности семейства Рокфеллеров – предпринимательская, политическая, общественная, а также благотворительная. Рокфеллеры имеют большое влияние на американскую мировую экономику. Их состояние оценивается в триллионы долларов. Следующий факт о Microsoft, который сделал 16 тысяч 5 долларов дохода за первый год работы. Компания работает с 1975 года. Ее создатели – друзья студенты Гарварда Билл Гейтс и Пол Аллен, прочитав статью о новом персональном компьютере, разработали для него интерпретатор языка Basic. Седьмой факт. По статистике, минимум 70 ресторанов из 100 закрываются в течение двух лет после открытия. И если в Европе высокая степень риска обусловлена жесткой конкуренцией, то в странах СНГ основные причины разорения – это ошибки менеджмента, некомпетентность персонала, неженеспособность концепции. Интересные детали о бренде Nike. Создателю символа Nike заплатили за дизайн только 35 долларов. В 1971 году студентка Портландского университета Каролин Дэвидсон придумала логотип Nike. Она это сделала за смешные деньги по нынешним временам – 35 долларов. Правда, позднее, когда компания выросла, Фил Найк подарил ей статуэтку логотипа Nike с бриллиантами и некоторое количество акций компании. Факт девятый. Билл Гейтс каждую секунду зарабатывает, внимание, 250 долларов. Это порядка 21,5 миллиона долларов в день или 7,8 миллиардов долларов в год. Он мог бы раздать по 15 долларов каждому жителю Земли, после чего у него все равно осталось бы порядка 5 миллионов долларов на карманные расходы. Подсчеты любопытных также показали, что если перевести все состояние Билла Гейтса в однодолларовые купюры, ими можно выложить дорогу от Земли до Луны 14 раз. И последний факт. Оказывается, кубик Рубик – самый продаваемый товар во все времена. На втором месте – айфон. Венгерский скульптор и учитель архитектуры Эрне Рубик изобрел первый прототип магического кубика в 1974 в Будапеште. Головоломка стала невероятной международной сенсацией. Удивительно ярчайшие цвета, доступная цена и достаточно высокий уровень сложности делают кубик Рубика товаром-бестселлером уже на протяжении многих лет. Сидела вот и думала, пока смотрела, сколько еще неизведанных и интересных фактов скрыты от общества. А ведь многие из них могут послужить отличным примером для любого из нас. Выискивайте и примеряйте. Репутацию собственную и своего бизнеса наш следующий герой заработал практически сам. Не мудрено. Компания существует на строительном рынке Молдова уже 25 лет. Независимой страны моложе. О том, как развивался бизнес, как менялся при этом образ жизни его владельца и каких цифр в нем удалось добиться благодаря своим амбициям, узнаете уже через пару секунд. Александр Степаненко, наш следующий герой. Александр Васильевич Степаненко родился 20 июня 1952 года в России, Липецкой области, поселке Маяк. В 1973 году он окончил Задонский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. В 1977 окончил Московскую Тимирязевскую академию сельского хозяйства, после чего по направлению академии стал работать в государственном концерне Молдсельхозтехника от рядового инженера до генерального директора. В 1985 он стал начальником Молдавской военной базы, а в 1989 уже стал председателем кооператива «Агрегат». С 2009 по 2013 годы проректор Московской Тимирязевской академии. Александр Степаненко женат. У него четыре дочери и один сын. Александр Степаненко приехал в Молдову по направлению Тимирязевской академии 37 лет назад. Такая перемена не сразу пришлась ему по душе. Когда студентом был, я вообще зарабатывал до тысячи рублей. Это сумасшедшие деньги были. Потому что я работал в таксомоторном парке на смазке, на ТО-1 машин и обслуживании их. Я, так сказать, был комендантом общежития студенческого, получал тоже там порядка 140 рублей. Я был дворником 60 рублей. Плюс все это все в кучу. Потом по очистке крыш в бригаде состоял. Все это в целом набиралось до 1000 рублей. А сюда приехал на 110 рублей. 25 лет назад он создал первый в Молдове кооператив при военной базе. Но попытки найти свою нишу для бизнеса наш герой предпринимал и раньше. Занимался всем. Мы от вязания шапочек детских. У нас тут несколько машин стояло. И тапочек шитья. Значит, спецодежды, шитье и так далее. С металлоконструкцией мы с тех пор занимаемся. Значит, и торговлей металлом, и торговлей автомобилями. То есть все перепробовали. Все перепробовали. Значит, немножко с хозяйством. Но стройка в данный момент оказалась, ну, пожалуй, для первой. Это самое рентабельное оказалось в тот период. В 80-м году как бы созрела идея. Тем более я работал с военными. Как бы тут кооперативные движения как бы... И вот я создал почти первый кооператив в Советской армии. Вот здесь, по крайней мере, в Одесском округе и Кишиневском гарнизоне я, наверное, первый, кто создал при военной базе кооператив. Чтобы добиться своего, нужно ставить перед собой правильные цели. И если ты обладаешь необходимыми качествами успешного человека, результат не заставит себя долго ждать. Убежден Александр Степаненко. Если ты каким-то делом хочешь заниматься, ты должен досконально изучить этот вопрос. Он должен сдать его лучше, чем все остальные. Значит, образование дальше что? Целенаправленность, целеустремленность. Сюда бы отнес еще и амбицию, целеустремленность, и задор, и ответственность, и труд. Вот три позиции ты выполняешь. Ну, я говорю, у каждого есть... У труда тоже есть и упорство, и упорство, и уперность. Упертость все вместе. То есть, вот эти... То есть, как бы, дополнение к этим трем основным. И тогда бизнес получится почти у каждого человека. Так и у меня эти качества всегда были. Я всегда хотел... Всегда по жизни хотел быть лучше, чем те, кто рядом со мной. Сильнее это удавалось. Он занимался спортом, пошел с детства, занимался боксом. Всегда был успешен в этих делах. Всегда в компании становился лидером. И, слава богу, всегда было желание лидерства не увести в бандитизм или в хулиганство, а лидерство на хорошее. Идемте спортом заниматься. Кто из нас сильнее будет? Идемте что-то сделаем, заработаем больше денег. Я говорю, ставь великую цель. Стать президентом Молдовы или президентом России. Или там, я знаю, самым богатым человеком мира. Может быть, ты не станешь, но приблизишься, если у тебя есть громадная цель. Понятие стартового капитала, по мнению нашего героя, очень расплывчатое. Александр Степаненко утверждает, что средства на строительство каждого нового объекта можно считать стартовым капиталом. И тут он каждый раз разный. И источники тоже разные. Стартовый капитал всегда нужен. Но вы представляете, ведь объект строительный, даже пятиэтажный домик небольшой, он стоит примерно 800-1 миллион евро в себестоимости. Тот, где у меня на Букуреш, он стоит 8 миллионов евро. Это очень большая сумма. Ты его не назовешь стартовым капиталом. Здесь, я бы сказал, сочетается много экономических рек. Это и грамотные расчеты по продаже за счет привлечения инвесторов. Это и кредиты, это и собственные ресурсы. И привлечение партнеров. Вот, в общем, дом, который у меня 8 миллионов себестоимости на Букуреш, у меня были партнеры из Канады, из Израиля, из России. То есть они практически инвестировали почти 4,5 миллиона евро на начальном этапе. Это шикарно. Но для того, чтобы заручиться финансовой поддержкой партнеров, конечно же, необходимо иметь определенный кредит доверия. И если потерять его легко, то заработать репутацию дела не одного года. Доверие, во-первых, первое, чтобы тебя знали на рынке. Вы пользуетесь какими-то инструментами пиара? Большого пиара нет. Мы убедились, что газета «Маклер» и «Сарафанное радио» – самый важный пиарный шаг. Вот мы анализируем по проданным квартирам. Если человек пришел, у тебя купил, и он получил то, что ты обещал, он потом приведет еще 10 человек. Сейчас сегодня жалуются, продажи очень тяжело идут. Я сейчас заканчиваю восьмиэтажку. Вот здесь уже отделка с нами наружной идет. У меня осталось из 85 квартир всего 4. Плохо продаются и хорошо. Вот он, пример, что значит иметь хорошую репутацию. При этом каждый человек вправе выбирать свои инструменты ее создания. Есть они у Степаненко. Честность – это однозначно. Тогда ты не боишься, не прячешься. Почему люди, компании закрывают иногда в год по 2-3 раза? Он аферу сделал, закрыл, разбежали. Аферу сделал, закрыл, сбежали. Заработали, автомат дальше. Опять воруют, опять сделал. Я старался работать всегда. И стараюсь работать честно. Чтобы не прятаться, чтобы смело. Поэтому я всегда смело говорю. Вот видите, из-за мэра сказал, не боялся. Я министрам говорю, открыто и прямо. Я не боюсь. Ну, найдут, может быть, я знаю, 10-20 тысяч штрафов, какие-то мелочи. Кто-то не провели вовремя, так сказать, какой-то документ. Ну, это мелочи. Я этого не боюсь. Все остальное у меня открыто. То есть я в личной открытой компании. Я не боюсь этого. Но, к сожалению, в обществе представление о предпринимателях формируется из разных примеров. Столкнувшись однажды с непорядочными застройщиками, человек зачастую проецирует ситуацию на весь строительный рынок. Но недоверие к бизнесу связано не только с этим, считает Степаненко. Давайте возьмем нашу религию. Что говорится в нашей Библии? Что богатому попасть в рай сложнее, чем протащить верблюда в игольное ушко. В нашей православной вере. Значит, богатый, а вот бедный, несчастный, он Богом одарен. Бог его любит. Всех нищих мы любим, всех убоих мы любим. А вот богатый, он сам по себе, он грешник, он в ад в рай не пойдет. А катодицизм о чем говорит? Что богатый человек, он одарен Богом, его Бог пометил же при жизни, Бог ему сопутствует. Вот, понимаете, воспитание, психология людей, к сожалению, вот это так. И долго нас еще любить не будут. У нас просят, мы помогаем, мы создаем, и нас при этом не любят. Изменился ли образ жизни ваш, вот, с развитием бизнеса? Я бы сказал, в худшую. Я, допустим, себе мог лет 25 назад, 20-30 назад, позволить купить батон колбасы, молочной, любительской, два батона, две булки хлеба, горчицу и съесть с удовольствием. И получал довольствие от этого. Сегодня я не могу себе позволить съесть батон колбасы, и даже вообще колбасу не позволить, я отварную курицу. То есть жизнь не улучшилась. То, что благо, которое, ну, больше комнаты стали, ну, так сказать, я, вот, улучшилось в чем? Я могу себе позволить видеть мир, общаться с миром. Я проехал, кроме Антарктиды и Австралии, я был везде. Вот так образ жизни человека меняется прямо пропорционально его возможностям. Были и по 6 миллионов евро прибыли, и по 2, и по 1,5. Нет, ну, прибыли мы говорим, годовой, годовой. Оборот был и 50, и 60 миллионов, а прибыль и 5, и 6, и 2, и 1,5, и полмиллиона. То есть в эти годы, вот последние 3 года прибыль, к сожалению, уменьшается. Планов, как по-моему, громадье. Наверное, хотя уже, так сказать, можно было бы и успокоиться. Вот я сейчас официально буду пенсионером в Молдавии 62 года. Значит, ну, как я сказал, что оформлю пенсию. Но там есть конкурс, идет Антонина Лучинской, память Антонина Лучинской, там лучшие таланты в Молдой. Вот я, если кто-то талантливует ребенок из бедной семьи, я ему эту карточку отдам, чтобы он учился на эту карточку, на мою пенсию. Потому что мне это, так сказать, капля в море для меня. Какая у вас пенсия будет? Ну, не знаю пока еще, еще не почитали кадры, так сказать. Ну, я думаю, тысячи две с половиной должна быть три. Ну, я отдам это для школьника, для начинающего талантливого ребенка. Это будет хорошее подспорье. Черты характера, характеризующего спецрумного бизнесмена? Ну, боевитость, я бы сказал. Он должен быть бойцом, по жизни бойцом. Вот, тогда он будет успешный. Вы зарпный человек? Да. С легкостью идете на риски? В общем, да. Самая крупная сумма денег, которую вы потеряли? Много, много и не раз. И, скорее всего, не от того, что их можно было потерять, а от незнаний. Вот то, что я сказал первое, надо быть знания иметь. Ну, сколько? Десятки, сотни тысяч? Я думаю, миллионы. Миллионы. Быстро принимаете решение? В общем, да. И не всегда это правильно. Тем не менее, быстро. Есть ли несуществленная мечта? Цель? Миллиард евро иметь на счету. Пока еще не осуществил. Цель есть. Миллионы прошли. Когда я вспоминаю, моя жена сказала, заходит, говорит, Саша, у нас на счету собственный миллион. Я говорю, ну, прекрасно. А мечтали о 100 тысяч рублей. А миллионе уже был евро. В нашей стране бизнес всегда связан с политикой? Короткий ответ. Нет. Я вот не связан совершенно с политикой. Прямо говорю. Чему отдаете предпочтение? Современным технологиям? Компьютеры, гаджеты? Или проверенные годами блокноты, записные книжки, бумаги? У меня за мной ходят два компьютера с ногами. Успешный бизнес с нуля. Это миф или реальность? Реальность. Но при этом уже громадное терпение и целеустремленность. Любимое произведение литературное? Ну, много. Раз только одна. И вообще последние 25 лет улеваясь история. Исторически. Гумилев, Соловьев, Карамзин, Костомаров и куча других историков. Любимая кинокартина? Наверное, «Белый солнце пустыни». Любимая музыкальная группа? Наверное, любая. Если не Молдова, то? Наверное, Молдова. Если новая специальность? Да у меня их много. Нет, вот если выбирать новую специальность. А, что я выбрал? Да. Я бы, с удовольствием, наверное, взялся бы за организацию какого-то любого нового сложного дела. Любого. Ваша жизненная кредо? Вперед, ни шагу назад. И в заключении совет начинающим или планирующим бизнесменам от Александра Васильевича Степаненко. Мы с вами уже, в принципе, сказали, что стремление, желание, ну, знание, стремление, желание и труд. Все, больше другого ничего не нужно. Абсолютно. И тогда будет успех. Ну, не знаю, как вы, а я, получают общение с успешными людьми, колоссальный заряд энергии, позитива и веры в свои силы. Надеюсь, с такими же ощущениями заряжаетесь и вы. Лишь бы заряд этот оказался не холостым. Действуйте, пробуйте, добивайтесь. До встречи через неделю. Оставайтесь с МБС. Субтитры подогнал «Симон»!